Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы с вами начали рассматривать описание исцелений, произошедших в служении Иисуса. И я прошу наших зрителей посмотреть предыдущий эпизод, потому что мы продолжим эту тему. Давайте откроем Марка 10 главу. Мы рассматриваем эти истории исцеления, потому что Дух Святой побудил авторов Нового Завета записать 19 разных случаев личного исцеления. И нам нужно с почтением отнестись к тому, что Он указал записать. Нам нужно это изучать. И именно этим я и собираюсь заняться. Взять чудеса исцеления и изучить их, рассматривая строчку за строчкой, слово за словом, фразу за фразой, чтобы еще больше света пролилось в нашу жизнь. В предыдущем эпизоде мы начали рассматривать исцеление слепого Вартемея. Давайте еще раз прочитаем это местописание. Марка 10, 46, 52. Приходит в Ерихон, и когда выходил Иисус из Ерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартемей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мы уже говорили, что упоминание имени этого человека свидетельствует о том, что он был известен в этом регионе. Многие знали его. И мы знаем, что он сидел у людной дороги, ведущей в город. И множество приходящих и уходящих из города людей видели его, знали его. Итак, услышав, что это Иисус, 47 стих, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Мы с вами говорили о том, что он не просто тихонечко сидел, говоря, «Надеюсь, Иисус заметит мою нужду». Разве Бог не знает, через что я прохожу? Да, он знает, через что вы проходите. Но это знание не дает ему разрешения действовать в вашей жизни. Иисус сказал, «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Прислушайтесь. Отец знает, в чем вы имеете нужду. Да, он знает. Но послушайте дальше. «Прежде вашего прошения». То есть, хотя он знает, вам все равно нужно просить. Почему? Если Бог знает, что мне нужно исцеление, почему мне надо взывать к нему? Потому что то, что он знает, не дает ему разрешения действовать для вас. Представьте, что мы на служении собираем пожертвования. Пастор Ноэль достает свой кошелек, и я вижу в нем четыре сотенных купюры. Я смотрю и вижу, знаю, что у него там 400 долларов. Но это же не дает мне право их взять. Бог смотрит в нашу жизнь. Он видит, в чем мы нуждаемся. Но это не является разрешением что-то сделать. Вера дает ему разрешение восполнить нужду, которую он видит в нашей жизни. Итак, слепой Вартимей не просто сидел и ждал, чтобы Иисус его заметил. И у него не было такого настроя. «Ну, если я ему важен, почему бы ему меня не заметить?» Иногда люди обижаются на других, когда те не замечают, что их не было в церкви и так далее. «Почему ты не заметил, что меня не было?» А почему бы тебе не позвонить кому-то и не сказать? «Послушай, у меня есть нужда». Не обижайтесь, что люди чего-то не замечают. Если вы в чем-то нуждаетесь, то, согласно Писанию, нужно попросить. Слово говорит «не имеете, потому что не просите». Оно искореняет склонность все сваливать на Бога. Если мы в чем-то нуждаемся, нам нужно проявить инициативу и сказать что-то. Но говорите Богу, а не только людям. Многие носятся со своими нуждами, рассказывая их людям, потому что ожидают помощи от людей. Вартимей не просил помощи ни у одного человека из окружавшей его толпы. Хотя, возможно, он был одним из самых нуждающихся людей на том месте. У него была огромная нужда. Он даже не видел, где Иисус. И другие с удовольствием могли оттолкнуть его подальше, ведь он бы и не увидел, впереди он или позади. А каждый пытался свою нужду продвинуть вперед. Так что никто ему не помогал. Он никого не просил ему помочь. Он кричал в направлении помощи. Итак, когда у вас есть нужда, взывайте. Вы взывайте. В предыдущем эпизоде мы цитировали римлянам 4.17. Авраам называл несуществующее как существующее. И это определение веры. Если у вас нет чего-то, в чем вы нуждаетесь, скажите этому прийти. Призовите это. Вы скажете, пастор, я нуждаюсь в исцелении. Так призовите его. Я уже призывал. Продолжайте призывать. Я думал, что можно призвать только один раз. Даже подзывая детей один раз, вы не дождетесь их в половине случаев. Вы же продолжаете звать, пока они не придут, так? Почему? Потому что вы знаете, что у вас есть ребенок, и ему нужно к вам прийти. То, что вы не видите своего ребенка, не значит, что вы перестанете его звать. Вы же знаете, что он у вас есть. Может, вы не видите исцеления, но вы знаете, что оно у вас есть. Так что зовите его. Точно так же. Именно так поступил слепой Вартимей. Он взывал. Мы с вами читали Псалом 106, 2. «Так доскажут избавленные Господом, которых избавил он от руки врага». Рука врага – это все, что делает враг. Болезнь от врага. Недостаток от врага. Мучение, страх, депрессия, угнетенность. Все это от руки врага. Но слово говорит, что вам нужно сказать, что вы от этого избавлены. Вам нужно это сказать. Это не происходит автоматически, пока вы этого не скажете. Это победа с голосовой активацией. С голосовой активацией. Мой муж говорил, «Ваше избавление не будет работать, пока вы так не скажете. Вам нужно что-то сказать». Мне нравится шестой стих послания Филимону. В этом послании только одна глава. «Чтобы общение веры твоей стало действенным через признание всего доброго, что есть в вас во Христе Иисусе». Что это значит? Ваша вера активирует благословение, данное вам Иисусом, когда вы признаете Его. Как Его признать? Говорить о Нем? Благодарить за Него Бога? Поклоняться Богу? Вот что такое признать. И именно об этом говорится в послании Филимону. Ваша вера действенна, когда вы признаете то, что Иисус вам дал. Аминь. Итак, вера называет несуществующее, как существующее. И не просто один раз. Это образ жизни. Это уже наш образ речи. Я называю себя исцеленной. Я называю себя обеспеченной. Не дожидаясь, пока наступит время оплачивать счета. Это образ жизни. Это наше мышление. Мы начинаем думать соответственно. Итак, слепой Вартимей взывал. И целитель остановился ради Него. Мне так это нравится. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать. И Иисус остановился ради Него. Орел Робертс, чудесный евангелист со служением исцеления, которое было широко признано, начиная с сороковых до примерно восьмидесятых годов прошлого века, говорил, «Каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас». Задумайтесь. Каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас. Что же определяет, остановятся ли они у вас или пройдут мимо? То, что сделал слепой Вартимей. Чудо шло к нему. И он не сидел молча. Он взывал. Видите ли, Бог с Его чудотворной силой никогда не перестает двигаться. Вам нужно понять. Суть не в том, чтобы заставить Бога двигаться для вас. Он всегда двигается. Суть в том, чтобы принять Его движение. Как же принять Его движение? Признать. Божья сила двигается. Я беру ее. Именно так поступил слепой Вартимей. Он признал, что Иисус шел в его сторону, и он не собирался позволить Иисусу пройти мимо, не восполнив Его нужду. Поэтому Он возвал. Именно так мы получаем доступ к чудотворной силе. Призывая ее, призывая ее. Если то, в чем вы нуждаетесь, еще не пришло, призывайте, провозглашайте это больше и больше. Не разговаривайте все больше и больше о своей нужде. Не разговаривайте о ней за ужином уже в 14 раз. Провозглашайте то, в чем вы нуждаетесь. Итак, в 47 стихе сказано, «Услышав, что это Иисус, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Назвав Иисуса сыном Давидовым, Вартимей назвал его Мессией, потому что это описание Мессии. Он сын Давидов. Итак, слепой Вартимей увидел то, что люди в синагоге не способны были увидеть. То, что религиозные лидеры не способны были увидеть, увидел слепой человек. Он увидел, что Иисус – Мессия, и он признал это, назвав его сыном Давидовым. В этом слышна его вера, не так ли? Его вера слышна. А затем он сказал, «Помилуй меня». Видимо, он слышал, что исцеление – это милость. Исцеляющая сила – это поток Божьей милости. Чудотворная сила – это поток Божьей милости. И знаете, что написано? Милость его обновляется каждое утро. Что это значит? Чудотворная сила приходит к вам каждый день. Именно это и сказал Орел Робертс. Каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас. Милость доступна нам каждый день. Как бы страшно, вы не проштрафились вчера. Ничего. Новый запас милости полностью укомплектован для сегодняшнего дня. У нас никогда не заканчивается его милость. Но мы не злоупотребляем ей. Мы не эксплуатируем Божью милость, говоря, «Я могу жить, как мне заблагорассудится, все равно есть милость». Не так мы сотрудничаем с милостью Божьей. Это не сотрудничество. Это глумление над милостью Божьей. Итак, хотя слепому Вертемею было нужное исцеление, он взывал о милости. Вы знаете, что вы можете получить исцеление таким же образом? Милость Божья обновилась этим утром. «Я принимаю милость Божью в мое тело, и она производит исцеление в моем теле». Итак, исцеление – это милость Божья. Поток милости Божьей, который можно назвать исцеляющей милостью, потому что милость совершает многое. Милость совершает чудеса, она производит спасение, она все это совершает. По милости Господа мы не исчезли. Так слово говорит. Аминь. Вспомните, когда царь Иосафат и Божий народ были под угрозой. Три вражеских армии объединились и выступили против Божьего народа. Иосафат созвал народ для молитвы. И посреди их молитвы пришло слово Господа через пророка. «Это не ваша война, а Божья. Вам не нужно сражаться». Сказал ли он, что им никак не придется в этом участвовать? Нет, у них была своя роль. По сути, на следующее утро они выступили навстречу врагу, и Бог сказал, «Поставьте прославляющих впереди». По-человечески, логично было поставить лучших стрелков впереди, так? Но Бог сказал, «Поставьте прославляющих впереди». И вот что им нужно говорить. «Ибо благ Господь, ибо вовек милость Его». И это все, что им нужно было говорить. Им не нужно было говорить, «Боже мой, плохи дела!» «Боже мой, у них огромная армия!» Нет, им было предписано, что говорить. Не говорите ничего, помимо этого. Им было предписано, что говорить. Слово предписывает нам, что говорить. Слабый пусть говорит «я силен», нищий скажет «я богат», больной скажет «я исцелен», разорившийся скажет «я богат». Вам нужно говорить то, что вам предписывает Слово. Итак, прославляющие шли и провозглашали предписанное, а предписанное им было говорить, «Ибо благ Господь». Когда вам больно, говорите о благости Божьей. Когда ваша жизнь идет в сложном направлении, говорите о благости Божьей. Почему? Потому что так вы позволите этой благости проявиться. Господь благ. Слово говорит, «Несомненно, благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей». Вау! Благость сопровождает меня. Что же мне делать, чтобы она работала в моих повседневных обстоятельствах? Провозглашать ее? Я провозглашаю благость Божью. Из его благости проистекает милость. Из его благости проистекает милость. Поэтому, когда слепой Вартимеев взывал, «Сын Давидов, помилуй меня», он называл Бога благим. Так? Этот человек так много успел сказать всего в паре фраз. «Ну, когда Иисус проходит рядом, уж лучше постараться. Уж лучше сказать то, что надо». Правильные слова. Не упустить момент. И за этот момент он так много сказал, «Помилуй меня, помилуй меня». Ну, только Благой Бог может помиловать. Аминь. Итак, Божий народ поставил прославляющих впереди, чтобы они шли и провозглашали, «Ибо благ Господь, ибо вовек милость Его». И когда они начали это говорить, написано, в то время, как они стали восклицать, Бог возбудил несогласие между тремя вражескими армиями, и они восстали друг на друга и убили друг друга. Вот это замешательство. Дьявол в замешательстве. И он хочет, чтобы вы так же запутались, как он. Но Слово дает вам ясное мышление. Итак, вражеские армии истребили друг друга. И все, что осталось сделать Божьему народу, который явился на поле битвы, это собрать все богатства, всю добычу, все вещи, потому что обычаем того времени было брать богатство с собой на войну, и победивший получал его. Знаете, зачем они так делали? Чтобы люди сильнее сражались. Люди сражались, потому что богатство было у них с собой. Сражались не просто за свою жизнь, а за средства к существованию следующих поколений. Они не переставали бороться, потому что богатство было у них с собой. Итак, враги принесли свое богатство с собой, и оно сменило владельца в один день, потому что кто-то вспомнил, что Господь благ и милость его вовек. И все богатство нации сменило руки в тот день. Израильтянам потребовалось три дня, чтобы все унести. Почему? Потому что они возвеличивали Божью благость и милость. То же делал слепой Вартимей. Возможно, он слышал свидетельства о царе Иосафате и о том, что он сделал. Возможно, он знал это местописание. И он так и поступил. Он взывал о милости. Иисус не пройдет мимо человека, поступающего так. Аминь. Слава Господу. 48 стих. Многие заставляли слепого Вартимея молчать. Легко вам говорить мне замолчать, когда вы видите. А я не вижу. Я тут страдаю. Послушайте. Никто не хочет восполнения вашей нужды так сильно, как вы. Сами взывайте. Не ждите, чтобы кто-то другой за вас молился и верил. Сами взывайте. Итак, тут сказано. Многие заставляли его молчать. Другими словами, он кричал очень громко. Но он не видел, насколько близко был Иисус. Поэтому он старался перекричать всех, чтобы Иисус услышал его. Понимаете? Он не знал, находится ли Иисус в трех метрах от него, или в десяти, или прямо перед ним. Он не знал, насколько он близко. И он вопил им прямо в уши. Знаете что? Людей, которые не взывают, задевает крик веры. Он им не нравится. Он им не нравится. И они сказали ему замолчать. Другими словами, заткнись. Давай потише. И я обожаю это. Но он еще более стал кричать. Он не позволил им думать за него. Они ведь и не страдали вместо него. Зачем же позволять им думать за него? Он еще более стал кричать. Сын Давидов, помилуй меня. Запомните, не слушайте людей, которые не взывают. Не советуйтесь с людьми, которые не используют веру. Аминь. И что удивительно, у некоторых людей совсем нет сочувствия к тем, кто страдает. Они же видят, что он слепой. Он же профессиональный нищий. Он всю свою жизнь просил милостыню. И у них так мало сострадания, что при приближении возможной помощи они преграждают ему путь. А у него огромная нужда. Огромная. Кстати, если мы общаемся с отцом, нам нужно перенять его мысли о других людях. То есть, у нас должно быть сострадание к людям, к страждущим. На самом деле, слово связывает получение нами помощи с тем, насколько мы заинтересованы в других людях. В Иакова 5.16 сказано, молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Иаков провел связь. Нужно заботиться о других, если вы хотите исцелиться. Мы не зарабатываем исцеление, но, будучи безразличными к людям, вы выходите из того положения, в котором исцеление может вас достичь. Когда вы молитесь за кого-то, кто в нужде, вы ставите себя в то положение, в котором исцеление может вас достичь. Потому что то, о чем вы молились, бумерангом благословит вашу собственную жизнь. Так что нам должно быть важно, чтобы другие получили то, в чем они нуждаются. Чтобы другие получили помощь. Нас должен интересовать кто-то, кроме нас самих, так? Но толпа, окружавшая Вартимея, была равнодушна. Никто не собирался помочь ему добраться до Иисуса. Никто не говорил, эй, пустите его вперед. Проводите его вперед. Он ведь явно нуждается. Нет, они пытались оттолкнуть его назад, говоря, помолчи там. Так, плоть обращается с людьми, которые страдают. Так что ему пришлось самому взывать. Никто не сможет принести вашу нужду к Богу так, как вы. Так что не полагайтесь на других. Аминь. Он не позволил толпе заставить его замолчать. Не позвольте обстоятельствам забрать веру из ваших уст. Не перестаньте использовать свою веру, прислушиваясь к обстоятельствам. Не слушайте обстоятельства и не позвольте им быть громче вас. Вы должны быть громче обстоятельств. Как поступил слепой Вартимей? Он просто кричал все громче. Вы говорите мне заткнуться? Громкость станет на порядок выше. Это будет новый уровень громкости. Я обожаю 49 стих. Я обожаю эти слова. Иисус остановился. Ах, Иисус остановился. Иисус не шел туда с намерением найти слепого Вартимея. У него была своя миссия. Но, услышав веру, он задержался на пути ради нее. Он отложил свои планы, потому что вера останавливает его на пути. Мне нравятся слова одного служителя. Бог обойдет миллион человек, чтобы добраться до одного с верой. Есть то, ради чего Иисус не остановится. Но мимо веры он точно не пройдет. Иисус не остановится ради сомнений, упрашивания, неверия, плача, плача сомнений. Я не о том, что человек плачет, столкнувшись с чем-то. Иисус неравнодушен. Ему это важно. Но в этом должна быть вера, а не просто сомнение, неверие и отчаяние. Иисус не может остановиться ради этого. Но он отказывается пройти мимо того, у кого есть вера. Итак, Иисус остановился ради его веры. И заметьте, он не сделал все за слепого в Артеме. Он даже не сказал, слышу, кто-то кричит, пойду найду его. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Обратите внимание, слепому нужно было пробраться к Иисусу. Не написано, что хоть кто-то из этих людей ему помог. Не упомянута никакая помощь. И заметьте, слепой в Артемеи не искал удобств. Вера готова делать то, что неудобно. Знаете, если вы нуждаетесь в питании от какой-то конкретной церкви, вы преодолеете любое расстояние, чтобы в нее попасть. Потому что тот, кто жаждет Бога, удобств не ищет. Аминь. Он не ходит в церковь только, когда это удобно. Пятидесятый стих. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Это была одежда, выданная государством, дававшая ему право просить милостыню. Нельзя было просить милостыню просто потому, что лень работать. Необходимо было иметь законную потребность. И сбросив эту одежду, он сказал, мне больше никогда это не понадобится. Он не стремился жить за счет государства, за счет общества. Он хотел иметь собственную веру, собственное чудо. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Видите, Иисусу надо было знать, на что у тебя есть вера. Иисус видел, что он был слеп, но спросил, о чем ты веришь? Недостаточно того, что у вас есть нужда. Вам нужно знать, о чем вы верите. Возможно, у вас есть нужда, но вы даже не применяете свою веру. Итак, Он сказал, чтобы мне прозреть. И Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел. Посмотрите, и пошел за Иисусом по дороге. Важно, что он сделал после того, как исцелился. Он последовал за Иисусом, а не просто пошел гулять с приятелями, жить в свое удовольствие. Он последовал за Иисусом по дороге. Важно, с кем вы общаетесь и куда вы идете после получения исцеления, чтобы дьявол не смог украсть его у вас. Слава Богу за Слово. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась наша программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...